Здравствуйте, я Дмитрий Шапкин. Это программа «В свете закона». В ней мы ответим на самые разные правовые вопросы, которые касаются жизни каждого. Это программа «Диалог с сотрудниками областной прокуратуры», где мы озвучиваем реальные вопросы наших телезрителей. Спрашивайте, задавайте свои вопросы, и мы ответим на них в эфире нашей программы. Их, кстати, вы можете задавать на номер WhatsApp 8 920 230 26 59 или скачать мобильное приложение телеканала «Новый век» и задать интересующие вас вопросы в нем. Напомню, звонить на номер WhatsApp не нужно, он принимает только текстовые сообщения. Ну а я представляю гостя нашей сегодняшней студии, заместитель прокурора Тамбовского района Наталья Фирсова. Добрый день, Наталья Владимировна. Добрый день. И сегодняшний наш разговор пойдет на такую же вытрепещущую тему. Сейчас весна, пора уборки на дачах возле частных домов. Поговорим о противопожарном режиме. Первый вопрос. Какой сейчас существует порядок разведения костров? В настоящее время постановлением правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года номер 1479 установлен порядок разведения костров, сжигания мусора и регламентированы процедуры противопожарной безопасности и принятия мер в данной сфере. Кроме того, хотелось бы, наверное, отметить, что буквально 13 апреля 2022 года губернаторам Тамбовской области подписано постановление о введении на территории Тамбовской области с 15 апреля противопожарного режима. Поэтому данные документы регламентируют в настоящее время полностью процедуру разведения костров, сжигания огня, мусора, а также, скажем так, всеми любимого приготовления огня на пище, жареных шашлыков. Давайте я, наверное, поподробнее расскажу, что на землях общего пользования населенных пунктов, а также на землях частных владений, расположенных на территории населенных пунктов, у нас с вами запрещено разведение костров, сжигание мусора. Сжигание порубочных остатков от деревьев, сжигание сухой травы, сжигание стерни, сжигание разведения открытого огня, в том числе для приготовления пищи. Данные мероприятия возможно проводить только с соблюдением требований, которые установлены в постановлении правительства, либо в специально отведенных местах. Законодатель с нами предусмотрел ответственность за нарушение данных норм и наделил органы местного самоправления полномочиями по определению данных мест. В частности, в каждом населенном пункте администрации муниципального поселения, сельсовета в данном случае, администрация города, чтобы было понятно, издает постановление об определении места разведения костра и порядка сжигания огня. То есть, где можно вывести так называемые порубочные остатки, сухую траву, и с соблюдением определенных норм и требований произвести ее сжигание под контролем. Таким образом, с порядка утилизации разведения костров в границах населенных пунктов регламентировано в постановлении. Раз уж нельзя разводить костров, то сухую траву, листья, обрезки деревьев можно ли утилизировать в мусорные контейнеры? С разведения и утилизации сухой травы, порубочных остатков, обрезки деревьев, что мы сейчас с вами делаем, наводя порядок на приусадебных участках, на дачах, у частных домовладений, и в городе вот здесь наводится порядок обрезка деревьев, выкидывать это в мусорные контейнеры, складировать рядом с мусорными контейнерами, куда мы с вами утилизируем, скажем так, наши бытовые отходы, ни в коем случае нельзя. И это является грубейшим нарушением требований законодательства. Контейнеры предназначены для бытовых коммунальных отходов, к которым данные виды обрезков и мусора не относятся. Складирование остаточных вот этих вот порубок, обрезок, сухой травы возле мусорных контейнеров создает опасную пожарную ситуацию. И при возгорании, скажем так, уровень очага и возгорание будет значительно увеличен. Плюс при выделении от горения контейнеров и коммунальных отходов могут выделяться ядовитые газы, пары, что, скажем так, усугубит данную ситуацию в данном случае. Здесь либо сжигать с соблюдением требований пожарной безопасности в местах, отведенных органами местного самоправления, либо заключать договор на отдельную утилизацию, либо утилизировать специально отведенные бункеры для накопления твердых и крупногабаритных отходов. Ну, а тогда можем ли сказать, какие требования установлены к местам разведения вот таких костров? У нас законом четко ограничены и определены нормы, когда можно разводить костры, когда можно допускать открытое горение огня, когда нельзя. У нас не допускается ни в коем случае открытый огонь костер в местах, расположенных ближе, чем 50 метров до зданий, строений, сооружений, которые находятся в непосредственной близости. То есть здесь в данном случае говорится о том, что на расстоянии ближе, чем 50 метров вообще запрещено разводить какие-либо костры огни. После завершения мероприятия, если был разведен костер с соблюдением требований минерализованных полос, значит, там должна быть опашка произведена, то есть разрешается, надо контролировать горение костра, необходимо принять меры до затушения, либо засыпания костра, и для того, чтобы не допустить дальнейшего разгорания, чтобы все углеты лени были погашены. Место разведения открытого огня, как я уже сказала, должно размещаться не ближе, чем на расстоянии 50 метров до зданий, строений, сооружений, хозяйственных построек, ангаров, гаражей и всего остального. Здесь необходимо обратить внимание, что не ближе, чем на расстоянии, не менее чем расстояние 100 метров до хвойных лесов и 30 метров до лиственного леса. И произрастание, скажем так, древесно-кустарниковой растительности, какие-то кусты, заболоченные на участке местности, то есть ни в коем случае нельзя на этом расстоянии разводить костры огни. Возможно использование открытого огня, то есть в металлической емкости, либо специальной емкости несгораемой, которая предотвращает горение огня с использованием негорючих материалов. В данном случае расстояние, установленное законодателем, может быть сокращено вдвое, то есть 25 метров до охраждения, сараев, построек, зданий, сооружений, до хвойного леса 50 метров, до леса лиственного у нас с вами 30 метров. При этом емкость из металлической, либо из несгораевого материала должна создавать такие условия, чтобы горящие остатки не могли из нее выпасть наружу или получить иное распространение. И при возникновении ветра, либо неконтролируемом горении, когда увеличивается размер костра, костерища, огня, должен иметься в наличии металлический лист, который должен полностью закрыть емкость, в которой происходит горение материалов, каких-то остатков, дров, поробочных остатков, либо еще чего-то, чтобы не допустить дальнейшего распространения и погасить возникающий в данном ситуации пожар. На территории сельских поселений, вот хотелось бы сказать, населенных пунктов, городских территорий, то есть где находятся места проживания населения, массовое скопление домов, каких-то социально-культурных, бытовых зданий, строений, сооружений, это и дома культуры, и спортивно-оздоровительные какие-либо. Запрещено категорически на расстоянии не менее чем километр, то есть 100 метров запускать неуправляемые изделия из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту заключается в горении внутри них и в исполнении путем нагревания воздуха с помощью открытого огня. Это так всеми любимые фейерверки, петарды, салюты, огни желаний, то есть у нас их запрещено запускать на территории населенного пункта вообще категорически. Никаких условий и на расстоянии километра от этого, никаких иных исключительных условий, позволяющих исполнить наше желание и порадоваться красивому взрыву, у нас нет. Для этого тоже должно быть специально отведенное и определенное органом местного самоправления место, которое перед этим создается специальное условие для противопожарных норм и правил требований пожарной безопасности. Там должна быть убрана все горючие вокруг материалы, должна быть проведена полоса, чтобы не допустить возгорания, скажем так, и причинение ущерба имуществу либо гибели людей в данном случае. И в течение всего, использование открытого огня в течение всего периода горения, как бы мы с вами разводили там в металлических емкостях, либо специальные, но и не горючие емкости, до прекращения тления должно вестись постоянное контролирование за размером горения огня и пожарного тушения. А вот требования эти распространяются на разведение огня в том же самом мангале? Законодатели здесь предусмотрели определенные, скажем так, рамки и границы по расстояниям по разведению огня в мангале. Дачный сезон, теплая погода, мы все хотим выехать на природу, либо где-то развести огонь в мангале, либо на дачах сейчас начнется теплый сезон, люди будут отдыхать. Там, так же, как и любое разведение огня, у нас имеет шанс распространения углей, тлений и имеется место возгорания. У нас большинство построек и территорий являются деревянными, что легко воспламеняется. Так вот, при разведении костров для приготовления пищи, так законодатель у нас с вами говорит про мангалы и же с ними, в специальных несгораемых емкостях, и допустимо это только в специальных несгораемых емкостях, то есть, как раньше вы хотите пожарить шашлычки на кирпичках, это недопустимо. Данный законодатель введен запрет. То есть, при разведении костра в специальных несгораемых емкостях, это мангалы, грили, что у нас есть, жаровни и другие металлические емкости, на земельных участках, в населенных пунктах, а также на садовых участках расстояние до зданий, строений, сооружений должно быть не менее 5 метров. И на территории 2 метров от места разведения костра и от негорючей емкости должно быть все очищено от горючих материалов, воспламеняющихся материалов. То есть, в данном случае меры безопасности все равно есть. Разведение жарко-шашлыков на открытом огне без негорючих емкостей у нас с вами запрещено. В каких случаях вообще запрещено разведение костров? Разведение костров у нас с вами запрещено на торфяных почвами, под кромами хвойных деревьев в лесу, а у нас с вами в Тамбовской области большинство хвойных лесов располагается в емкостях, которые повреждены и не имеют уже ограничений и препятствий для выпадения горючих остатков. При силе ветра, если огонь у нас с вами в металлической емкости, при силе ветра больше 10 метров в секунду, если у нас разведен с вами открытый огонь соблюдения нормы, то если свыше 5 метров в секунду, огонь подлежит немедленному затушению. Кроме того, в особый противопожарный режим у нас не только разведение костра запрещено, но и посещение лесов и иных объектов в целях недопущения возгорания. Также запрещено выжигание сухой травянистой травы, значит, растительности, стерни. Это пожитника остатков на землях сельхоз, на зачине землях запаса, землях населенных пунктов. В данном случае у нас это производится сейчас активно весной, когда население решило навести порядок, либо вдоль речек, на полях сухую траву выжигают, правда, немотивировано. Идет неконтролируемый ход огня, потому что нет никаких соблюдений норм. Сильный ветер в весеннее время, и огонь неконтролируемый с большой скоростью распространяется, в том числе на населенные пункты, на жилые дома, здания, сооружения. И, к сожалению, когда бригады и пожарные службы могут уже выехать, причиняется значительный урон и ущерб не только зданиям, но, может, и здоровью людей. Поэтому запрещено выжигание, вот, полях, как я уже сказала, на полях, вдоль берегов рек, вдоль полос отвода дорог. В данном случае, потому что порывы сильного ветра распространяют, горение огня на большие территории, и уже остановить и принять какие-то превентивные меры довольно-таки сложно. Вот у нас с вами показатель был 2021 года, да, когда у нас ряд сел в Сосновском районе, селу был причинен ущерб, в Тамбовском районе сгорел жилой дом, и хозяйственные постройки у людей был причинен имущественный вред. У нас вор с вами уносит имущество, да, оставляет стены, огонь забирает все. В данном случае жизни людей, наверное, в этой ситуации самое страшное, что может быть. Поэтому необходимо отметить, что вот сухая, жаркая погода обращает наше с вами внимание на необходимость более тщательного соблюдения данных норм и правил. Посещая леса, да, наслаждаясь свежим воздухом, ни в коем случае нельзя там оставлять ни закуренную сигарету, ни затушенную спичку. Как показывает 2010-2013 год, да, у нас с вами очень сильно горели населенные пункты. Это со стороны Котовска на Тамбов шел огонь, да, у нас район МЖК был задымлен в течение, наверное, недели. Бутылки, стекла от бутылок, они работают как лупа. И подложка у сухой травы возгорается очень быстро, и когда идет верховой пожар, его сдушить практически невозможно, потому что это горит не низ, а это огонь идет сверху. И огонь распространяется с большой силой. И вот самое страшное, наверное, это жизни людей, которые могут быть унесены в результате возгорания и пожара. Очень хочется надеяться, что все-таки у людей проснется разум, и они не будут больше так делать в будущем, потому что, ну, получать увечья, гибнуть и терять жилье, в таких пожарах, наверное, не хочет никто. Конечно, целиком полностью с вами согласна. На этом мы завершаем нашу программу. Я напоминаю нашим телезрителям, что свои вопросы вы можете присылать на номер WhatsApp 8 920 230 26 59 или скачать мобильное приложение нашего телеканала, телеканал Новый Век, и задать интересующие вас вопросы в нем. Еще раз напомню, что звонить на номер не нужно, он принимает только текстового сообщения. Ну, я благодарю нашу гостю, спасибо вам огромное за очень животрепещущую тему, за, скажем так, разговор, который, наверное, остудит голову очень многих людей, которые, возможно, собрались вот в ближайшее время, в ближайшие выходные, да, там, навести порядок на даче, перед домом где-то еще, и пожечь костер. Теперь люди, наверное, будут все-таки понимать и представлять себе, к чему это может привести, и будут все-таки избегать этого. Спасибо вам. На этом я прощаюсь с вами, уважаемые телезрители. Всего доброго, до следующей недели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова